Доброго всем! Сегодня будет небольшое видео о замене ГВЦ ременок ГВ-1,5 родных толкателей на толкатели с регулировкой шайбы. Мне казалось, что эта тема давно уже известна и на просторах интернета такая информация есть и она доступна каждому, однако постоянно и часто меня спрашивают об этом. И вот в очередной раз приехала такая головка и хозяин попросил заменить штатные толкатели на те, о которых и идет речь в этом видео. Естественно, что заменить толкатели нужно будет вкупе с полным ремонтом головки, поэтому предварительно я выполняю весь требуемый ремонт головки. Здесь пришлось заменить направляющие втулки клапана, конечно, сперва почистить и отодрая в саму головку. Порезать конкретно расползшиеся седла клапанов, поработать с самими клапанами, почистить их, восстановить фаску тарелки клапана, притереть к седлам и в конце всех работ отфрезеровать привалочную полоскость. Толкатели в эту головку с шайбами подойдут от старых голов 70-х-90-х годов автомобилей марки Volkswagen, 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 Jetta, Passat, транспортер, LTE и так далее. Есть они и новые в продаже, а также можно взять хорошие где-то на разборке. Шайбы в эти толкатели подходят от нашей классики. Размерный ряд этих шайб достаточно внушительный. Чтобы ориентировочно понять какой зазор, то есть какие регулировочные шайбы после всех подрезок и шлифовок нам придется поставить головку, впервые поставлю два толкателя и кину в них шайбы 3.70, зазор традиционный 0.2 и 0.4. Кидаю вал в постель, обжимаю бугини. Кида льмы 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 льмыored. Пробую, что у меня получилось в выпуск. Десятка лезет, полторы лезет, но с натяжкой. Пробую впуск. Десятка с трудом. Ну что же, чтобы у владельца был запас по регулировке, подторцую все клапаны на три десяточки и будет нормально. Пробую теперь ради интереса. На выпуск еще четыре десятки проходят с трудом. Приблизительно также и впуск. Окончательные размеры шайб буду подбирать уже при итоговой регулировке. А для этого соберу головку. Ставлю сальники. Кидываю клапаны. Далее пружины с тарелочками. Скидываю сухарики. Ну и засухариваю. Обязательно хорошо стучу ножки клапану, чтобы сухарики сели на свое место. И тарелка клапана уверенно села в седло, так как дальше нужно будет четко выстоять зазор, чтобы не получилось, что потом клапан сядет на свое место и зазор уменьшится. Вот и настала очередь толкателей. Предварительно во все толкатели ставлю шайбы 367-370 и расставляю в гнезда. Масло. Распредвал. Вновь масло. Поджимаю бугели, оттягиваю. Обязательно проключу иное количество раз вау вокруг оси. К сожалению, здесь не удастся регулировать, как это делаем мы на нашей классике. Поджимаю такой вот лопаткой, вытаскиваю и меняю шайбу. Нет такого здесь пространства. Шайба там сидит в углублении. А здесь есть упоры. Проще будет измерить все зазоры, снять вал и вкинуть требуемые шайбы. Получится быстрее. Итак, измеряем. Пишу формиком результаты. Там, где я попал в зону, 4 десятки я ставлю плюсик. Затем снимаю вал и вкидываю шайбы нужного размера. Затем снимаю вал и вверх. Затем все ставлю назад, вал, бугели и проверяю, контролирую зазор. Затем снимаю вал и вверх. 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 Должен сказать, что на удивление все вышло с первого раза В итоге шайбы здесь стоят от 3.80 до 4 То есть вполне еще можно будет не один раз регулировать зазоры и менять шайбы А на этом у меня для вас все Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, дайте донат, отвечу на него И без аварийных вам поездок Спасибо